следующие три лекции которые пройдут из цикла история литературной критики будут к несчастью а можете к счастью прочитаны только онлайн дело в том что мы просто не можем читать лекцию оффлайн посвященную например критики иммиграции первой волны поймите нас правильно мне кажется что это верно следующая наша лекция будет посвящена критики советского периода начиная с революции заканчивая годами тридцатами прочтет замечательный специалист и формализм русской критики я вам легче коллекция будет интересно прочитано будет только онлайн поэтому послушать ее и узнать вас есть только один шанс подписавшись на наш канал что вы должны сделать вам будет интересно и познавать до свидания присоединяйтесь к нам и приезжайте в переделки даже несмотря на то что лекция у нас частично проходит онлайн всем здрасте всем добрый день меня зовут ян левченко я могу называться наверное специалистом по так называемой русской теории которая является аналогом французской теории по аналогии с французской теории с явлением которое появилось в послевоенной европе двадцатого века впоследствии сергей зенкин российский филолог не побоюсь этого сказать выдающийся сказал что можно использовать термин русская теория имея в виду совокупность концепций которые появились в русскоязычной науке литературе в двадцатом веке в первую очередь в конце десятых начале двадцатых годов но говорить я сегодня буду не столько о науке о литературе сколько о в целом знании и даже скорее мнение о литературе о критике которая появилась в это самое время на мне сейчас футболка на которой написано поиски оптимизма это заголовок книжки виктора шкловского которая вышла в начале тридцатых годов в 1931 году она посвящена проблеме тех условий в которых вынуждена была находиться русскоязычная литературная критика на рубеже двадцатых тридцатых годов когда происходил ну по сути делая ее разгон и разгром поэтому название моего сегодняшнего выступления как критика стала травлей и подзаголовок дискуссия литературе в первые десятилетия после большевистской революции начнем в критике первых лет после переворота остаются все школы и направления предыдущей эпохи нужно понимать что революция это не рубильник выключить новая эпоха не начинается с момента когда кто-то провозгласил победу нового строя всем школам всем направлениям в литературе в культуре в широком смысле в искусстве предыдущей эпохи предстоит определиться в отношении победившие идеологии не в отношении победившие политической группы в начале двадцатых годов вернее на рубеже десятых начале двадцатых годов ненадолго намечается равновесие противоборствующих школ в том числе в принятии зарубежной литературы на русском языке приблизительно до второй половины двадцатых годов не было жесткого водораздела между литературой которая осталась в советской россии и литературой которая постепенно крепла и делилась на группы в так называемом русском зарубежье культурная политика советской власти вскоре уже в концу десятилетия концу двадцатых годов разрушит этот крупкий паритет военная обстановка и хаос хаос который царили в стране повлияли на функционирование самих институтов литературы журналистики и критики это совершенно очевидно распространение печатного материала было почти заблокировано возможности для коммуникации ограничены что было в гражданскую войну в провинции бывшей империи мы и сегодня знаем очень плохо лишь недавно началось изучение литературного процесса на юго распавшейся империи в одессе в ростове на урале от перми до оренбурга на волге ну и сибирь неплохо себя изучают она начала это делать в прошлом веке и продолжает это делать и нынешнем писатели и критики говорят о революции проектируют пути развития принимают новый порядок или уезжают за границу это пока не встречает препятствий кроме объективных препятствий однако при военном коммунизме и в ходе гражданской войны не было свободы печати об этом нужно помнить большинство периодических изданий которые определяли русской культурную жизнь начала века тоже прекратили свое существование в октябре буквально на следующий день после переворота на следующий день до 20 26 октября 17 года вышла резолюция о печати и закрылись газеты новое время общее дело день биржевые ведомости закрылись ведущие газеты в которых были отделы культуры в конце года закрывается воля народа где печатались ключевые фигуры серебряного века зинаида гиппиус осип андельштам михаил пришлин владимир пяста это и так далее постепенно закрываются и толстые журналы среди них народническое русское богатство такой настоящий толстяк дореволюционный вестники европы тоже противоположных убеждений до западнические русская мысль петра струя потом она будет выходить в эмиграции сначала в софии потом доберется до парижа с двадцать седьмого свобода слова которые ждали от революции становится очень больным вопросом против гегемонии большевиков очень резко выступают самые разные люди разные писатели и критики василий розанов публикует в семнадцатом году в промежутке между революциями апокалипсис нашел времени и это вызывает очень мощный резонанс критиков всех направлений за несколько месяцев до октябрьского переворота андрей белый издает брошюры революции культуры тоже она между февральский октябрьский соответственно где он истолковывает революцию как революцию духа ну белого такое своеобразное отчасти мистическое мировоззрение и он подчеркивает музыкальность то что революция музыкальна она характеризуется качеством порыва и ей присуща музыкальная гармоничность ну и тем самым конечно он предвосхищает поэму александра блока 12 тогда же выходят работы представителей русского символизма которые были написаны в прежние годы и которые критика с необходимостью воспринимает в том ключе в котором когда они были опубликованы например речь идет о сборнике статьи вячеслава иванова родную и вселенская там увидели свет статьи 14 16 года вышел он 17 первые годы советской власти многие критики старшего поколения продолжали выступать в печати это вот к вопросу инерции к вопросу о том что это не рубильник повернуть среди этих критиков немало представителей совершенно ну на первый взгляд анти большевистских сил там право эсерское направление да да например аркадий горнфельд друг михайловского друг короленко человек совершенно таких кандовых дореволюционных взглядов вот он собрал свои статьи а психоз о психологическом анализе литературы в сразу два у него сборника в двадцатые годы вышли подряд пути творчества и боевые отклики на мирные темы второе название даже такое большевистское вполне он пытался так сказать следовать вот этому новому курсу и надо сказать в чем-то даже преуспел хотя в основном взгляды его были конечно совершенно ортодоксальны василий львов рогачевский тоже такое значимое имя который был видным деятелем меньшевизма он от политики отошел благоразумно и начал заниматься литературной критикой вот у него там скажем новейшая русская литература книга была в девятнадцатом году выжатшая при остром дефиците бумаги поэт-пророк о блоке книга иммажинизм книга 21 года иммажинизма его образоносцы то есть получается что критик меньшевик львов рогачевский был вообще первым кто из противоположного стана как бы да со стороны тех кто были потенциальными противниками авангарда обратили внимание на иммажинизмское направление вот еще айхенвальд юлий айхенвальд критик интуитивист он еще до революции приобрел большую известность своей книгой силуэты русских писателей там так сказать очень поэтичный подход к литературному творчеству в двадцать втором году он выпустил два сборника похвала праздности и поэты и поэтессы вот ну ему из-за того что он там написал о недавно расстрелянном гумилёве в общем пришлось уехать из россии он был выслан как раз на том самом печальном печально известном вернее не на не на печально известном философском пароходе но так сказать в тот же в то в то же самое время многие критики старого либерального поколения дореволюционного тоже приняли революцию среди них корней чуковский до который был до революции критиком в двадцать втором году выпустил свои последние критические собственно критические книги о текущем литературном процессе книжка футуристы книга об оскаре вальде где он его сравнивает с литературным контекстом эпохи и книга о блоке это все маленькие критические книжки впоследствии он отошел от критики и занялся историко-литературным трудом писал писал некрасовину и так далее ну и естественно свои детские стишки которые мы все хорошо знаем знаем какие они гениальны страшно популярен был ныне забытый николай абрамович автор истории русской поэзии под псевдонимом кадмин она вышла еще в четырнадцатом году и вот он после революции начал разделять такие в духе белого идеи экстатического восприятия революции у него была книга религия земли духа вышла в восемнадцатом году тоже конечно ничего подобного в более поздние годы свет увидеть бы не могло кстати у него же есть также книжка об амаженистах современная лирика клюев кусиков ивне в шершиневич в двадцать первом году так даже когда и любовь рогачевский в декабре 17 года появился сборник скифы где вместе со стихами и прозой напечатаны были статьи иванова разумника они открыли перспективу участия русской литературы в революции собственно именно относительно революции о литературе и рассуждает и в статье скифы вместо предисловия иванов разумник пишет о неких позициях неонародничества он является одним из руководителей литературной печати левых эсеров которые впоследствии будут под запретом но пока еще это все можно пока нет пока процесс левых эсеров не начался он все это издает в книге год революции которая вышла в семнадцатом году он выступил против реформизма против компромиссов ругал февральскую революцию и вот это вот скифская идеология идеология скифов во многом наследующее славянофильству она обнаруживает такую конвергенцию сближение с большевиками да то есть это наше это родное это не вселенская если использовать терминологию вячеслава иванова но она может стать вселенским если мы так сказать навяжем вот эту свою идеологию окружающему миру следуя пути своей особости своей самости в 1924 годах иванов разумник кстати стал достаточно заметным деятелем вольно-философской ассоциации вольфилы которая тоже была такой своеобразной вольница и характерно что само название как бы да перекликается со словом вольница вольфилы вольница позже он изменил отношение к советской власти печатался только до 24 года в дальнейшем у него была ссылка в тридцать третьем году он занимался только литературоведением и текстологии написал книгу салтыковича дрине работал над изданием собрания сочинения александра блока и и так далее вот а в конце жизни оказался на оккупированных территориях и умер в мюнхене в сорок шестом году иванов разумник был последователем герцена вообще говоря определяя свой метод в критика как философско-этический он описывал его еще до революции так что цель критики это не психологический и даже не эстетический анализ а вот нужно живую душу произведения выхватить и на о нем об этом произведении в этом ключе рассказать определить философию автора философию творчества он даже придумал такой термин имманентно субъективизм довольно таки заумный для того чтобы описать историческую индивидуальность каждого автора в отдельности при этом он надо сказать был тусовщиком мировой скифах у него печатались печатались тексты белого сергей есенина клюева ремезов печатался и так далее позиции скифства кстати разделял блок да да скифы мы до азиаты мы да это знаменитая его крылатая цитата он как и разумник вдохновлялся идеями владимира соловьева панмонголизме и считал революцию катрасисом очищением россии от пагубного влияния запада года революции и гражданской войны отмечены ростом акмеизма это тоже нужно отметить благодаря импульсу второго цеха поэтов 16-17 года потом 18 гумилёв вернулся с фронта и родился третий цех поэтов литературно-критической работе в это время посвящают себя многие члены цеха осип мандельштам михаил кузмин георгий адамович георгий иванов владимир пиаст михаил зенкевич и так далее валериан чудовской мандельштам тогда именно публикует утро акмеизма в воронеже в девятнадцатом году вышла его программная статья об акмеизме хотя сама статья написана была в четырнадцатом году закончена это настоящий манифест гумилёв и городецкий в свое время его отвергли как идеологи акмеизма мандельштам нашел возможность именно после революции его издать мандельштам работал в на компросе в народном комиссариате просвещения одной из первых культурных организаций которые появились при новой власти он заведовал там отделом эстетического воспитания и в работал в отделе реформы школы мандельштам напечатал статью государства и ритм в частности в это время в восемнадцатом году посвященную роли ритма в искусстве чуть позже вышли две основополагающие работы слова и культуры о природе слова это начало двадцатых годов и там мандельштам говорит что классическая поэзия это поэзия революции обязательно появится синтетический поэт у которого поют идеи поют научные системы поют государственные теории и так далее ну то есть такая вот романтическая или не романтическая концепция восприятия революции михаил кузьмин в двадцать третьем году напечатал сборник условности статьи об искусстве где собрал заметки за тысяча восьмой двадцать первые годы за довольно продолжительный период и отобразил там целую эпоху русской культурной жизни от расцвета до угасания как бы вот весь этот серебряный век от от расцвета символизма до до революции которая перевернула страницу в истории культуры с октября восемнадцатого года кузьмин сотрудничал в ежедневной газете жизнь искусства где заведовал театральным отделом и печатал статьи рецензии о музыке или литературе впоследствии он сотрудничал в качестве критика в журнале театр и в двадцать четвертом году напечатал статью эмоциональность как основной элемент искусства у него такая идея эмоционализма была которая сближала его с экспрессионистами что он там говорил о том что экспрессионизм среди современных явлений искусства самое многообещающее потому что процитирую это протест против тупика точных наук против рационального фетишизма против механизации жизни во имя человек и маженизм который громко заявила себе в начале девятнадцатого года был представлен довольно пестрой группой литераторов юрик ивнев который прожил очень долгую жизнь умер за три дня до своего девяностолетия в восемьдесят первом году он был личным секретарем наркома луначарского он организовывал митинги на тему интеллигенции революция печатал статьи на политической темы в газете известия и и маженизму посвящен в частности в целом теории маженизма посвящен его очерк четыре выстрела в есенина кусикова марингов и шашиневича то есть его друзей по литературному направлению даже сергей есенин пишет критику в это время например у него есть статья очень слово о мистике у андрея белого он много продвигает в печати своего протеже петра орешина тоже крестьянского поэта с элементами мистики пролетарскую поэзию привечает очерк ключи марии известные его до статья быт в искусстве и так далее он готовил книгу словесная орнаментика которая должна была выйти в середине двадцатых годов но как мы знаем его жизнь трагически оправилась в двадцать пятом году вадим шашиневич упомянутый уже выше активно излагал принципы маженизма был его теоретиком например в статье слова гранильня и что двадцатого года писал об маженизме и полит соколов близкий им импрессионист критик он написал также брошюры об маженистах то есть маженисты они очень были таким лакомым объектом для литературной критики конца десятых начал двадцатых годов все старались отметиться считали очень важным явлением и прочили в смену да в славную смену тех направлений которые появлялись в литературе серебряного века в дореволюционный период в этом смысле маженисты как бы забежали на инерции серебряного века в советскую эпоху и оказались последней школой своего времени в старом смысле этого слова ну и наконец конечно футуризм в первые годы после переворота левые интеллектуалы пытаются строить новую культуру но сталкиваются с проблемой вовлечения в нее народных масс народным массам все это в общем более-менее фиолетово все равно пролетариат призван создавать литературу и конкурировать с интеллигенцией но с этим что-то идет не так происходит какая-то проблема с конфликтом революционных элит и пролетарскими движениями которые пытаются так сказать заявить о себе будет связан в итоге принудительный конец всех чересчур образованных да который произойдет концу двадцатых годов тут надо сказать сразу что рессентимент то есть неутоленная обида которую в свое время фридрих нитша превратил в концепцию он первым заговорил о проблеме рессентимента в культуре так вот рессентимент рано или поздно завершается репрессиями в адрес того кто объявлен его причиной да по-другому не бывает да если так сказать рессентимент не остановить если не пытаться его так сказать энергию разрушительно направить в создательное русло а все спускать на самотек то это заканчивается всегда одинаково первыми на роль знаменосцев новые революционные поэтики начали претендовать кубы футуристы маяковский давид бурлюк или мир хлебников василий каменский алексей кручон революция стала водоразделом для футуризма до семнадцатого года они интересовались языковыми художественными особенностями литературы экспериментами в этой области а после они начали начали понимать свою задачу как преобразование поэтического материала в продукт социального производства они начали понимать поэзию как некое прямое действие поэзию литературу как прямое действие с помощью которого можно изменить мир теперь после революции слова футуристов ориентируется на переустройство действительности от построения текста к построению жизни то есть они подхватывают на самом деле на новом этапе концепцию жизнестроительства на которую недвусмысленно опирались в 900-е годы символисты только они делают это совершенно другом языке совершенно другими лозунгами вот интересно дошел двенадцатом году у них вышел манифест у футуристов по щёчь на общественному вкусу да как бы их цели недвусмысленно заявлены в этом заглавии в шестнадцатом году труба марсиан то есть как бы футурология такая да значит выход за пределы земной цивилизации а в восемнадцатом году декрет номер один о демократизации искусств на то есть они заимствуют политический язык для того чтобы рассказать о новых функциях искусств манифест вообще в которой мыслят футуристы это такая но наиболее понятная революции форма выражения мысли это очень афористично это обычно назывные предложения и искусство понимается как прямое действие где работает не рефлексия но аффект где работает не дискуссия а самоутверждение и как можно более крикливые кто кто громче скажет о себе кто заявит о себе громче тот и прав для молодого советского государства футуризм явился источником эстетических идей это можно с уверенностью утверждать хотя ленин с его мелкобуржуазными вкусами относился к футуристам резко негативно они ему не нравились луначарский который стоял во главе на компроса вел по отношению к футуристам примирительную политику потому что он понимал что это в перспективном смысле важно и значимо ленину все это не нравилось ленин в общем предпочитал к искусству относиться исключительно потребительские в этом отношении у него были действительно мелкобуржуазные вкусы в начале 18 года маяковский бурлюк и каменский предприняли выпуск газеты футуристов где отмежевались от луначарского с его любовью к культурному наследию они называли именно футуризм пролетарским искусством очень сердились что их революционный вклад в культуру игнорируется но уже в конце того же 18 года начинает издаваться газета искусство коммуны орган отдела изобразительных искусств так называемый изон аркомпроса в котором сотрудничали маяковский николай пунин осип брик натан альтман то есть люди которые так или иначе связаны с футуристической футуристической группы шкловский там же появляется который был близок футуризму и надо сказать в своих ранних статьях сделал довольно много для того чтобы распространить знания футуризме не только среди на широкого читателя и не столько сколько среди ученых да на место среди которых он свою очередь претендовал на революционное вторжение до сферу которых претендовали формалисты тут куба футуристы переходят к программе жизнестроения как раз в газете искусство коммуны и идут на встречу советскому государству и претендует на то чтобы советское государство взяло их на службу она уже это собственно и сделал вот маяковский в частности в заметке капли дегтя которая выходила как раз вышла как раз в газете искусство коммуны хлебников в статье наша основа брик в статье дренаж искусства вот все они публикуя их на страницах газеты публикуя статьи на страницах газеты утверждали что не искусство что искусство не нужно пролетариям а речь идет им что они не собираются вменять искусство как деятельность для пролетариата они как раз говорили о том что появится новый художник пролетарии у которого творческая развитость находится в союзе с пролетарским сознанием то есть он как бы должен быть творчески развитой личностью но при этом сознание полиполитическая его сознательность должна быть сугубо пролетарской сугубо большевизм вот это такая на самом деле интеллигентская программа над которой спустя неполные 10 лет будут смеяться ильфы петров да в романе 12 стульев когда остап бендер со смехом будет говорить в адрес дворника пролетариумственного труда работник метлы это как раз отсылка как вот к этой самой концепции футуристов на службе пролетарского правительства в том что на концепции футуристов не пролетарская как раз и коренится источник конфликта футуристов с пролеткультом с движением пролетарской культуры которая появилась еще до революции которая как раз очень ширится по понятным причинам после революции я сейчас об этом скажу коллективизм на который ставят футуристы не может обмануть самих пролетариев которые желают поскорее избавиться от умников умников которые не хотели передать пролетариату привилегию единственного создателя искусства будущего а пролеткульт зовет именно именно к этому потому что только пролетариат способен создать подлинное искусство будущего в этом смысле футуристическая программа оказалась несостоятельна она вступила в противоречие с требованиям новой власти очень быстро потому что власть стремилась порвать с прошлым черпая изливых идей но не желая доверять интеллигенции управления новым миром и вот сейчас немножко пролеткульте пролеткульт возник в период между февральской октябрьской революциями с целью создания самостоятельной пролетарской культуры с которой как я уже говорил выше были некоторые проблемы потому что рабочим и и крестьянам тем более рабочие были более образованы крестьяне менее образованы но все равно в процентном отношении в плане так сказать владения грамотностью но вообще существовала проблема зияния между вот этими установками между идеальными постановлениями и той реальностью с которой приходилось иметь дело с тем как бы условным народом который необходимо было привлечь к процессу культурного производства может быть и надо было привлечь но народ не привлекался и вот еще до революции идеолог пролеткульт александр богданов и примыкавший к нему анатолий волначарский будучи нарком просвещения федор калинин однофамилия всесоюзного староста не путин михаилом калининым павел лебедев полянский да и так далее вот платон керженцев это все известные деятели пролетарской культуры двадцатых годов они еще до революции начали работы в этом направлении и собственно основали общество пролетарская культура опиравшиеся на теоретические работы александра богданова который был собственно их основателем а с 18 года пролеткульт становится лаборатории будущей рабочей интеллигенции они себя так провозглашают идеологические пролетарской культуры была на левом фланге революционного движения левый фланг это алексей марсимович горький это луначарский да они откололись от ленинской группы в 1909 году богданов во главе этой левой группы сразу после раскола левая крыла партия образовала группу вперед на страницах одноименного журнала вперед еще в десятые годы в начале десятых годов богданов развивал идеи пролетарской социалистической культуры социалистической именно тогда эта формулировка появляется и это необходимое по его мнению орудия в деле построения социализма близкие по духу идеи горького луначарского которые декларируют что культуры необходимы для обучения пролетариата что необходимо с помощью культуры развить пролетариате коллективное сознание потому что так то вообще-то пролетарии мелкие буржуа по своему сознанию они хотят просто благосостояние свое улучшить а вот надо создавать коллективистские установки и нужно чтобы это коллективистское сознание охватывало все жизненные аспекты а не только их так сказать политическую деятельность которая происходит в условно свободной от работы время даже чтобы все вся жизнь человека была посвящена вот этой утопии коллективизма с этим кстати прямо и даже не косвенно связаны эти все идеи совместного проживания дома коммуны которые входят в моду в двадцатые годы в начале двадцатых годов и так далее и тому подобное богданов мечтал отдать управление культурой в руки рабочей интеллигенции а ленин и вот это важное отличие предполагал создать рабочую элиту которая можно было бы доверить решение более сложных политических задач для ленина задача культуры сводилась к ликвидации безграмотности нас а критики до литературной тем более критики там места не было ленин считал забыловством богданов вообще всю философию называл критикой опыта да то есть у него совершенно противоположная точка зрения был он считал что через критику через политическую философию через литературную форму политической философии и должна происходить вот эта всеобщая коллективизация народа его просвещение да и так далее то есть они в этом смысле находились на противоположных полюсах пролеткульт требовал после революции создание независимого от партии культурного фронта и понятно что в этом смысле был обречен давний конфликт между лениным еще дореволюционный конфликт между лениным и богдановым неизбежно велик противостоянию пролеткульта и власти расцвет пролеткульта в семнадцатом двадцатом году когда по всей стране стали расширяться появляться рабочие дк до дома культуры понятно что они не строились как здание да это были скорее да маленькие красные уголки в готовых помещениях да где люди собирались в довольно стесненных условиях в это время возникают периодические издания пролетарская культура грядущие журнал горн да и так далее в октябре двадцатого года ленин ставит на этом жирный крест он подчиняет вот эту независимую организацию пролеткульт подчиняет наркомпросу и начинается длительный период упадка пролеткульта который тянется аж до 32 года то есть до момента окончательного упразднения всех литературных организаций советской россии и организации собственно новой сталинской культуры которая подчинена так сказать и единому ритму и 1 организации душой пролеткульта была поэзия которая также может рассматриваться как поэзия эстетического манифеста с другой стороны по отношению к футуристам футуристы были не единственными носителями вот этого манифестирующего сознания гастев например алексей гастев и его знаменитый сборник поэзии рабочего удара восемнадцатого года или например пачка ордеров так и называется так и называется просто какие-то карточки да которые предвосхищают открытие льва семёна чербинштейна да вот высказывая на карточках а у него ордера поэзия на ордерах вот эти эти произведения воплощали самую суть новые поэтики новые после революционные уже поэтики новые культуры которая сфокусирована на культе труда сфокусирована на технологии что было в новинку для традиционно духовно ориентированной русской литератур сфокусирована на на культе индустрии в стихотворении гастева рабочий трудился в унисон с машиной он сливался с ней в индустриальном труде это на самом деле воплощение как раз итальянской футуристической модели которая была как это ни странно чужда русскому футуризму русский футуризм был гораздо более мистичный более земляной внутренной почвенный стремился в архаику в особенности если говорить о южной ветви там лифшиц какой-нибудь даме на дик лифшиц и прочее прочее крученых там да вот как раз поэзия рабочего удара гастева это как это ни странно в совершенно других как бы идейных позиций с другими акцентами но реализация футуристической идеологии зарубежной данная на на русской почве гастев осуществляет в последующие годы реализацию этой своей политической эстетической программы в качестве директора центрального института труда цита который будет возглавлять довольно долго и до до того как будет реперсирован в 38 году на этом фоне собственно политкультовская критика приобретает совершенно новые функции в политкульте так же как и футуризме критика отказывается от эстетических собственно эстетических категорий она больше не говорит о прекрасном о том что нужно литературу оценивать с этой точки зрения нет она обращается к тому что полезно тому что необходимо для роста сознания и культуры рабочего причем повседневной культуры то есть кто-то в этом смысле очень внимателен к повседневности что впоследствии подхватит у него лев левый фронт искусства который обратит внимание в первую очередь на повседневность на мелочи повседневной жизни литературная критика становится критикой политической что в частности характерно для раздела библиография заключавшего каждый номер журнала пролетарской культуры они очень внимательно обозревают литературный рынок как раз с точки зрения его полезности для будущего пролетарского пролетарского сознания пролеткульт объявлял культуру третьим фронтом независимым от политического и экономического фронтов и критика в понимании пролеткульта это дисциплинарная инстанция а искусство это дисциплинарный институт взгляд на культуру как на дисциплинарный инструмент унаследован впоследствии советской критики не только как бы в ее таком яростном авангардистском преломлении в конце двадцатых в начале тридцатых годов еще тянется эта инерция ну и вообще в целом да вообще в целом вся советская критика она строится на том что культура это дисциплинарный инструмент это это как бы вам все время рассказывают как надо вот и избавиться от от этой от этой идеи что вы должны четко понимать ответить себе на вопрос как надо как правильно да нам сложно до сих пор да это очень сильная такая установка которая продолжает как такими значит как таким своеобразным шлемом охватывать охватывать нашу голову ленин тем не менее избавляется от ереси пролеткульта для него пролеткульт это конечно же ересь но партия наследует его дисциплинарное учение она оказывается очень живучим она жила в нас до сих пор должен сказать что партийная это партийная критика критика которая связана с деятельностью мистической партии в советские годы показала что она не равна марксистской вот это очень важно идеологический арсенал советской критики содержался в марксистской теории но в первые годы это марксистская теория еще не была канонизированная и в первые годы советской власти и подгонка к актуальным политическим нуждам она конечно началась сразу но она не могла сразу привести к результатам поэтому очень интересно наблюдать за тем как происходит это внутри партийная как происходит это внутри марксистская борьба в период когда еще жив ленин и в первые годы после его после его более или менее преждевременные смерти родоначальных марксистской критики в россии философ-фублицист георгий плеханов он как бы самый ключевой марксистский критик в россии к его наследию обращались практически все критики марксистской ориентации вплоть до начала 30-х годов когда плеханов окончательно вытеснился лениным в качестве на канонической марксистской литературы фильме козинцева и трауберга 1 31 года героиня елена кузьминой там учительница должна к выпускному экзамену в пединституте как она там поет там это первый звуков один из первых звуковых фильмов и там смешно она там надо надо прочитать надо надо повторять мне заново плеханова но как раз рубежный 31 год когда плеханов еще вполне себе а пройдет буквально несколько лет и а плеханове уже все забывают и так сказать цитировать его нельзя долгое время советская критика будет выстраивать новую родословную марксистской литературной теории и будет заменять плехановскую литературную теорию обрывочными и довольно невежественными положениями ленина это будет такая отдельная история как сделать так чтобы последовательная в общем-то полноценная литературная критика плеханова могла быть заменена на какие-то ну обрывочные фразы которые надо было выуживать из ленинских ленинских записных книжек там его дневников и так далее впрочем были и статьи ленина статьи партийной организации партийной литературы тысяча пятого года непосредственно посвященной литературе там выдвигалось понятие партийности довольно вздорная до его перетолковали для нужд литературной борьбы оно стало впоследствии ключевым советской эстетики оно довольно бессмысленное и этим очень удобно и да и его можно наполнить любым содержанием но это примерно как не знаю как оскорбление чувств да и можно наполнить любым содержанием да и сказать что вот там я оскорблен тем то и тем то да ну вот партийность можно сказать она вот здесь есть потому что я вот это чувствую да я понимаю у меня есть внутренняя интуиция партийная да а вот здесь партийность нет потому что я такую неприязнь не испытывает потрепевшенность, что кушать не могу, значит, партийности нет. Примерно так. Ещё одна статья Ленина о памяти Герцена, где рассматривался генезис русского революционного освободительного движения. Там сказано, что декабристы разбудили Герцена, Герцена пошёл, растолкал там революционных демократов, Белинского, Чернышевского и так далее. А они, значит, уже, соответственно, тоже побежали там кричать вставай-вставай, там этой марксистской критики. Ну, то есть, такая вот приемственность. Вот. Значит, и потом ещё статья Лев Толстой как зеркало в русской революции, где утверждался классовый детерминизм художественного творчества, да, что каждое произведение – это продукт класса, который он принадлежит писать. Вот. На самом деле, истоки Советского института критики не следует, конечно, искать исключительно в этих статьях, но надо расширять этот контекст, да, там, политическая философия Ленина, и вообще централистская концепция партии, да, то, что это должна быть единственная партия, партия Гегемон, это тоже очень повлияло на советскую литературную критику на раннем этапе её становления. Вот. Но, тем не менее, возвращаясь к тому, что Плеханов – это важнейший марксистский критик, можно вспомнить предисловие к третьему изданию его сборника «За 20 лет» 1908 года, где он пишет, это пишет марксист, что критика должна воздерживаться от мнений и выражать стремление и настроение общества или класса в целом. То есть, критик должен самоустраняться. Первая задача критики состоит в том, чтобы перевести идею произведения с языка искусства на язык социологии, да, найти то, что можно назвать социологическим эквивалентом данного литературного явления, да, то есть, показать, как общество повлияло на литературу и как литература транслирует идеи общества. И вторая задача критики – это оценка художественных достоинств разбираемого произведения, потому что Плеханов не является противником эстетического анализа. Он считает, что вот как только мы социологически определили литературу, значит, после этого мы можем перейти уже к ее оценке, эстетической оценке. Не наоборот. Сначала дело, а потом уже, так сказать, развлечение, да, потом уже дизайн. Важнейшая роль в культурной жизни страны по первые, по революционные годы играл Луначарский, да, выходец из пролеткульта и как партийного функционера, и как критик. И он же был марксистским критиком с необходимостью. Он был нарком просвещения. Пытался как-то совместить свою роль функционера партийного с ролью просвещенного интеллигента. Это как-то странным образом ему удавалось. Но во многом благодаря тому, что у него был большой опыт написания очерков. Он был литератор очень опытный, да, у него был очерк позитивной эстетики. Работа 1104 года непосредственно написана об эстетике с марксистских позиций. Материалистической теории прекрасного там обосновывалось, да. Религии и социализм. Книга у него была совершенно удивительная. 1111 года, где он попытался доказать, что марксистская философия имеет религиозную основу. И это, конечно, вызвало страшное возмущение Плеханова и Ленина. Ленин, например, кипятился, говорил, что «недавно Луначарского укусила муха богоискательства, вышло одно фиглярство». Ну, классические такие высказывания Ленина, обожаю его язык. Несомненно, важнейшим событием в марксистской критике первых лет после революции стал выход книги Льва Троцкого «Литература и революция 23-го года». Ее составили статьи, написанные в начале 20-х годов. Троцкий, как совершенно отдельная и очень самостоятельная, очень яркое явление культурной критики первых послеоктябрьских лет, характеризует вполне квалифицированно практически все литературные направления того времени. От писателей далеких от революции до попутчиков и футуристов. Он, как на всех, обращает внимание. Особенно интересны рассуждения про летарской культуры. По мнению Троцкого, идея про летарской культуры абсолютно ошибочна. И ошибочна она потому, что, согласно теории перманентной революции, а это, как мы знаем, главная концепция Троцкого, которая, собственно, сделала его персонажем массовой культуры, переживаемая Россией эпоха – это переход от капитализма к коммунизму, в котором классовой культуре просто не отведено место. В коммунизме нет классовой культуры, коммунизм отменяет классы. Диктатура пролетариата, как переходный этап на этом пути, является исторической фазой, а не целью. И все силы сейчас, по мнению Троцкого, должны быть направлены на завоевание и удержание власти. Троцкий приходит в заключение, что пролетарской культуры не только нет, но и не будет, и жалеть об этом нет оснований. Пролетариат взял власть именно для того, чтобы навсегда покончить с классовой культурой и проложить пути для культуры человеческой. Пролетариат взял власть, чтобы отменить самого себя. Это объясняет благосклонное отношение Троцкого к тем, кого он первым назвал попутчиками. Это термин Троцкого – попутчики. Писатели, которые не создают подлинно революционного искусства, но являются сторонниками искусства, органично связанного с революцией, и поэтому они полезны для этой переходной эпохи, они приносят пользу. По отношению к футуризму Троцкий был настроен достаточно критически. Он считал его воплощением богемности, движением мелкобуржуазным, лишённым истинно революционной души, неспособным пролетарскому восприятию мира и так далее. Но, тем не менее, даже футуризм он считал полезным на определённой фазе, так сказать, его работы на новую власть. Суммируя, можно сказать, что центральными в советской критике 1917-1921 годов были два направления – критика прошлого и отношение к наследию, с одной стороны, и позитивная программа на будущее, с другой. Должно ли новое государство стремиться к созданию новой оригинальной культуры, порывая с прошлым, и возможно ли это вообще? Вот ключевой вопрос, который ставит критика культуры в первые пореволюционные годы. Футуристический призыв к разрыву с прошлым, как мы знаем, оказался неприемлемым, и он будет вскоре отброшен, как проявление ребячества, как писал Ленин в своей статье «Детская болезнь левизны в коммунизме» в 1920 году. Ленин провозгласил на фоне критики зарубежных леваков, он там критикует именно зарубежную левую, реставраторскую эстетическую программу, реставраторскую культурную программу, возврат к опыту прошлого и подчинение его задачам построения будущего. Вот на этом этапе пролеткультовские лозунги, лишенные футуристического радикализма в отношении наследия классиков, да, сбросим Пушкина и так далее, могли быть использованы и были использованы. Но, как я сказал выше, ересь, клеймо этой политической ересь и устранила пролеткульт со сцены. А ленинская переоценка буржуазной культуры, ленинская благосклонность в отношении буржуазной культуры легла в основу новой модели, которая чем дальше, тем больше в советской критике обращается к классическому наследию. Высоржествовал, если можно так выразиться, компромисс. Его стали называть ленинским подходом к наследию. Достижение буржуазной культуры следует неотвергать, но перерабатывать и использовать в целях построения социализма. Вот такая вот интересная уловка. Так была создана почва для возврата к классикам, которая произойдет в середине 20-х годов усилиями сначала группы «Перевал», троцкистской в основе, так сказать, Воронский, который был вдохновителем группы «Перевал», литературной группы «Перевал» и был главным редактором «Жудного красная новь». Он, так сказать, Александр Воронский, был основным идеологом вот этого возврата к классикам. Потом с Воронщиной, так называемой, это такой особый язык советской критики, язык шельмования, неугодно. Было покончено, Воронского скинули, впоследствии репрессировали, он был репрессирован и убит. Вообще, как бы, все, что связано, все литераторы связанные с группой «Перевал» либо рано умерли, либо были убиты. Это удивительно. Достаточно просто почитать об этом в Википедии. Это почти леденящая душа совпадение. Либо люди либо убиты, либо рано умерли. И затем лозунги Воронского о том, что нужно повернуться к классике, лозунги, на котором стоял журнал «Красная ночь», были заимствованы рапом Российской ассоциации пролетарских писателей, которая просто радикализовала эти лозунги и начала избавляться от конкурентов гораздо более активно и открыто, чем это было принято в первой половине 20-х годов. И к концу 20-х годов в сталинской культуре, которая стала, так сказать, единственным гегемоном, единственным монополистом культурного процесса, произошла канонизация мастеров реализма 19-го века. Они оказались окончательно присвоены. Так же, как, кстати, в конце 30-х, в начале 40-х годов, уже на этапе Второй мировой войны, вступления Советского Союза в войну, будут присвоены полководцы прошлого Александр Невский, адмирал Нахимов, адмирал Ушаков, начали появляться там ордена в их честь, да, в Советской Армии и так далее, и так далее. То есть, такое как бы присвоение, присвоение прошлого через задачи, которые стоят перед партией настоящей. После авангардных экспериментов, сопровождавших резкие социальные сдвиги первых лет после революции, уже не было надобности в подрыве устоев и призывах к социальному обновлению. Теперь, напротив, требовалось укреплять новую власть, и авторитетное слово классиков могло способствовать этой цели. Введение НЭПа после отмены военного коммунизма, то есть, в период первой половины 20-х годов, 21-23 год, положило начало процессу укрепления новой системы культурных институций. При военном коммунизме с его монополией в отношении печати, с острым дефицитом бумаги, с тем, что Россия продолжала находиться в состоянии гражданской войны, культурные институции находились в таком, если не спящем, то, во всяком случае, свёрнутом состоянии. Вот при НЭПе появилась возможность их развития, потому что это экономическая политика, в первую очередь, политика, направленная на улучшение экономического положения населения и, в первую очередь, самой страны в целом, которая обирает это население в виде налогов и так далее. И НЭП как раз способствовал расширению культурных институций и возможностей. Но надо отметить, что за фасадом либерализма и допуска частника, так называемого мелкого частника, на издательский рынок происходило укрепление контролирующих инстанций, которые возникли в годы гражданской войны, различных цензурных структур, главлита в первую очередь и так далее. С 1921 года критика была направлена в толстые журналы, появившиеся как раз в 1921 году «Красное новь, печать и революция». Красный новь изглавлял Воронский, упомянутый печать и революцию Вячеслав Полонский, Вяча Полонский его так называли. И критика в толстых журналах начинает играть предписательную роль. В 1922 году с созданием главлита, с его учреждением, цензорская машина, предписательная цензура так называемая, превентивная и предписательная цензура. Приобретает формы институции РСФСР. Объектами проработки этой новой советской цензурной машины одними из первых стали участники литературной группы «Серпионов и братья». Они воплотили стык эпох, переход от петербургской культуры к Ленинградской. Их наследие невелико, но значимо. У группы был свой теоретик, филолог Лев Лунц, критик свой, рядом находившийся с этой группой, в нее не входивший Илья Груздев. С литературно-критическими статьями в рецензии выступали Николай Никитин, Вениамин Каверин, члены «Серпионов». Каверин – филолог-арабист, тоже профессиональный. Константин Федин, тоже активный литературный критик, член группы. Он был одним из редакторов Петроградского журнала «Книга революция». «Серпионы» там печатли с 20-м и 23-м годах и так далее. Критическое эсэ русской литературе писал даже Михаил Зоченко на раннем этапе своей работы в литературе. Критиками «Серпионами» была спровоцирована полемика по вопросам идеологии литературы. И была открыта в советском контексте дискуссия о сюжете в авантюрной литературе. На обоих выступлениях, на обоих вот этих трендах лежало некоторое клеймо диссидентства. Как литературная группа «Серпионы» заявили о себе в начале 22-го года, когда шел погром старого литературного Петербурга, и партийная критика прикладывала немалые усилия, чтобы оторвать литературный молодняк от стариков. Это термины, которые активно использовались в то время в критике культуры. На «Серпионах» обкатывалась испытанная большевистская тактика раскола и внедрения идеи борьбы в стан противников. Надо как бы всех друг с другом поссорить. Противником оставалась для партии петербургская литературная среда, а «Серпионы» были как бы ее воспитанниками. Надо было их поссорить с этой литературной средой для того, чтобы они стали настоящими советскими литераторами. С этим связана публикация их ответа всесильному заведующему отделом печати ЦК Яковлеву. Он ответа не требовал. Вернее, ответ этот для него уже был готов. Он просоздавался риторическим вопросом, как молодые писатели оказались в лагере белых собак. Это была его формулировка. И вот «Серпионы» ответили в марте 22-го года, они на странице газеты «Жизнь искусства» написали манифест «Почему мы Серпионовы братья?» Они опубликовали там манифест. И они заявили о себе как о группе, которая чужда тенденциозность, но присуща ироничность. И они выбирают иронию. В 22-м году пришла известность. Серпионов начали печатать в Москве. Печатают их активно в Берлине. Они пишут «Русская эмиграция», и пишут комплементарно, называют их, так сказать, надеждой вот этой новой литературы, которая, казалось, умерла там, значит, в большевистской России. Из Соренто их привечает Алексей Максимович Горький, который там находится в это время, тоже в эмиграции. И они начинают стать выпускателем монахи. Начинают стать выпускателем монахи. Серпионовы братья, которые так и называются. В плане идеологии серпионы развивали основные идеи статьи Евгения Замятина «Я боюсь» 21-го года, которую партийная критика назвала политическим манифестом внеоктябрьской интеллигенции. И серпионы выбирают маргинальность через пародию, маргинальность своего положения и испытывают интерес к литературе, которая маргинально заведома. Отшельники, мечтатели, отщепенцы, еретики. Вот это те, кого Замятин восхваляет в своей статье «Я боюсь», они подхватывают эту мысль и говорят, мы не школа, не направление, не студия подражания Гоффману. Серпионовы братья – это повесть Гоффмана. Мы не хотим присуждения наград, мы не хотим принуждения, мы не хотим скуки, не хотим, чтобы все писали одинаково. То есть, они как бы негативно себя представляют. Мы не хотим. Мы пишем не для пропаганды, говорят они. То есть, они говорят, мы пишем, но не для пропаганды. И школу мы не создаём, мы никому в мире не разорвать, говорят они, единство крови родных братьев. Их за это очень критикуют. Их за это очень критикуют, называют их опасной группой, недоумевают, зачем художникам браться за теорию. Социолог Борис Орватов, впоследствии один из ключевых идеологов Лефа, выражается так, что это обслуживатели мелкобуржуазной городской интеллигенции, последние профессионалы эстетизма и так далее. Серапионы в ответ только смеются, разыгрывают карту стойких солдатиков. Они вдохновляются формализмом, русским формализмом, его теориями, с которыми их связывали личные связи. Каверин был Шурин-Тынянова, женат был на его сестре. Шкловский, который жил, вернее был зять Тынянова, простите, да, Тынянов был Шурин-Каверин. Значит, Шкловский, живший в диске, в Доме искусств в 21-м году, был назван первым Серапионом, как писал Федин, по страсти, внесенной в нашу жизнь, по остроумию вопросов, брошенных в наши споры и так далее. Шкловский, которого называли брат-скандалист, первым поставил вопрос об авантюрном романе в массовой литературе, и Серапионы подхватили его в своих произведениях и в критике, посвященной этому вопросу. Лунс писал, в частности, в своей критической статье, в одной из статей, мы презираем Дюма, в Англии его считают классиком, мы считаем Стивенсона писателем для детей, а между тем, это действительно классик, создавший новые типы романа и оставивший даже теоретическую работу о сюжете и стиле. Молодая русская литература в настоящее время идет в сторону разработки фабулы. Он имел в виду, что русская литература становится сюжетной, становится авантюрной, она начинает рассказывать увлекательные истории. Серапионам повезло случайно пересечь с большевистскими идеями сочинение оригинальных развлекательных произведений, и об этом писал Бухарин в «Правде» в 22-м году. И авантюрный роман, по сути, стал первым заказом новой власти работникам литературы. И именно поэтому Серапионам удалось найти лазейку, в которой они пробились среди минного поля критики, которая на них обрушилась за то, что они наследуют эстетизму петербургской традиции. Благодаря тому, что Бухарин сделал вот этот социальный заказ, у Серапионов многое получилось. В 23-м году вышел первый советский авантюрный роман «Необычайные приключения», «Необычайные похождения» у Леха Ренита и у учеников Эренбурга. Он до этого опубликовался в Берлине в 22-м году. Он написал как был в госсоздате, Бухарин написал к нему предисловие, потому что ему очень понравилось высокомерие Эренбурга в адрес буржуазной Европы. И дальше пошел ряд авантюрных романов. Мария Тушегинян «Мессмент» и «Янкев» в Петрограде и «Прид» Шкловского и Иванова, собственно, членов Серапионовых братьев, «Конец Хаза» и так далее. То есть, они сами принимают участие, Серапионы, в создании авантюрного романа на раннем этапе развития советской литературы. Но в 1924 году умер главный энтузиаст группы Лев Лунс, умер ранней смертью от тяжелой болезни, и западное и восточное крыло Серапионов, они в разные стороны смотрели, распадаются, так сказать, крылья распадаются на два отдельных направления, и только формалисты, только наука о литературе этого времени начинает наследовать идеям Серапионовых братьев и нести их дальше, пытаясь законсервировать до конца 20-х годов, но постепенно эти идеи сходят на нет. Параллельно с Серапионами, конечно, нельзя не упомянуть Лев, который, безусловно, не наследует им, во многом им противостоит. Это радикально левое крыло литературной критики, оно соединяет пролеткультовцев, футуристов, конструктивистов, формалистов, оно странным образом предлагает симбиоз авангардистского, очень передового технологически заряженного мышления с такими как бы радикальными, во многом специально запальчивыми, очень задиристыми, подчеркнуто хамскими левыми идеями, которые на самом деле являются просто стилистической формой для того, чтобы заявить о себе. Все члены Лев, все члены Левого фронта искусств, сокращенно Лев, равные инвестировали в программу и работу журнала, который выходил в 23-25-м годах, очень короткое время, потом в течение полутора лет выходил Новый Лев в конце десятилетия, в 27-28-м годах, они все были очень разные, люди, которые печатались там, но их объединяло производственное отношение к искусству, и в состав журнала входили ключевые творческие силы эпохи, это именно не объединение литераторов, в отличие от Серпионовых братьев, которые пускали Альманах, это именно журнал, который объединяет людей, очень разных по своим взглядам, но объединяющихся через верность одной идеи. Маяковский, главный редактор, Николай Чужак, Виктор Шкловский, Николай Асеев, Осип Брик, Борис Орватов, Петр Незнамов, Сергей Третьяков, каждый, каждый из упомянутых мог буквально преобразить свой сегмент культуры. Журнал выходил меньше четырех лет в общей сложности, но вклад оказался его огромным, очень весомым. В 23-24 годах левовцы активно участвовали в культурном направлении социалистической академии, так называемой. Они первыми начинают изучать язык Ленина, первыми начинают осмыслять эстетику советского кинематографа, функции фотографии в ряду других технических искусств. Это очень важная теоретическая часть, которой они занимаются. Они начали борьбу с пережитками дореволюционного стиля в театре, провозгласили курс на повседневность, как я упоминал раньше. Их обвиняли в Кружковщине, говорили, что это такой очень узкий маленький круг людей, транслирующих свои идеи как всемирно значимое. но они парировали это тем, что да, их кружок главная лаборатория, где вырабатывается основа новой советской культуры. Другого нет. И это была сущая правда, потому что именно их советское государство, скрипя сердце, скрипя зубами, было вынуждено представлять на Западе как свою витрину, потому что это был тот же язык, на котором говорили, например, западные функционалисты. Это язык Баухауза, это язык экспрессионизма в Германии, а это люди, которые говорили на языках и чьи статьи переводились на другие языки. Это было очень важно. Это была такая экспортная версия советского авангарда в его максимально таком гуморизованном виде, если угодно. Хотя, конечно, они бы очень обиделись на такое определение, но гламур в данном случае роскошь. Это выглядело роскошно, это выглядело круто, это было кул. Лефовская программа новой эстетики закладывала основы искусства жизнестроения, производственного искусства, социального заказа и литературы факта. То есть, литература, которая опирается не на воображение, она факт, идет в действительность, поворачивается лицом к человеку. В странах победившего, в стране победившего пролетариата отменяется буржуазная теория, где искусства помогают познанию жизни. Пассивное созерцание сменяется идеей строения и преобразования жизни. Как пишут на магнитах с Марксом, «философers have only interpreted the world. The point, however, is to change it». Да? Это такая любимая формула, которую можно встретить, так сказать, в массовой культуре. Что говорил Маркс? Вот это. И вот тут, на этом пути, ни о каких компромиссах речи не идет. Искусство, как аккомпанемент, как аккомпанемент, пусть даже самореволюционный, это ничто, писал Николай Чужак, это ничто перед задачей самого активного слияния с процессом производства. Искусство – это и есть современное производство с точки зрения Лефа. Лефовцы полагали, что в противоречивой двусмысленной обстановке НЭПа сохранить завоевание революции можно только через крайнее напряжение сил. Искусство должно взять на себя функцию подготовки человека к труду, практике изобретательства. Нужно революционизировать быт, преобразовать его, и только искусство здесь может помочь. Может ли помочь этому, например, русская классика, возврат которой провозглашали критики группы Перевал и впоследствии раповцы, а потом сталинская культура? Нет. Лефовцы утверждали, что не помогает. Переиздания классики означают, как писал Николай Горлов, хочу старого быта, хочу своей собственной смерти. В отношении к старью полезно не забывать, писал Сергей Третьяков, старье навоз, но не пища. Традиции всех умерших поколений должны быть низвергнуты революционным пролетариатом, если он хочет победить, заканчивал Борис Арватов. Плечевой фигурой как раз Лефовского проекта производственной эстетики и был Борис Арватов. Он шел за идеями Богданова, за пролеткультом, за ранним дореволюционным пролеткультом и считал, что спрос на утилитарную литературу естественно сопровождает производственную революцию. Конвейер урбанизации рост тиражей медиа и так далее. И вот что важно, что Арватов не противопоставлял советскую культуру, советскую национализированную промышленность и западную буржуазную промышленность. Он считал, что конфликта нет. Везде действует принцип индустриального производства, везде фабричная специализация, везде рост тиражей, везде медиа становится очень важным посредником во взаимодействии людей друг с другом. В преддверии мировой революции пролетариат отвергает не только фундамент капиталистического труда, не только фундамент самого строя политического, но и все надстройки в мусорный ящик истории отправляются прежние ответы на вопрос, что есть искусство и неважно, где это происходит. В советской России, где революция удалась или на Западе, где мировая революция еще впереди. И вот в этом смысле Лев является таким важнейшим ранним утопическим советским проектом, который выступал против пассеизма, то есть против эстетической реставрации, против того, что будет провозглашено основой советской культуры в ее официальном звучании при Сталине. Под удар попадали при Леве, таким образом, как раз печати революции полонского, перевальская критика и, собственно, пролеткульт в его послереволюционном звучании, когда группа Кузница, отколовшаяся от пролеткульта с одноименным журналом, начала провозглашать идеи, что классика это не так и плохо, нужно сначала поучиться у классики, а потом уже создавать свои пролетарские произведения. Важно то, что Арватов пытался предложить свою конкретную методику по анализу художественной реставрации и ее критику этой художественной реставрации в современном искусстве, критику, которая помогла бы разоблачать эту самую реставрацию. При этом он опирался на положение Апояза, общества изучения поэтического языка, который часто и чаще всего называют русским формализмом, потому что это научная система анализа литературного текста, потому что это новая академия послереволюционная, она точна, она лишена субъективизма, это наука о литературе, наука о культуре в целом, знание литературы можно расширить на культуру в целом, и Арватов реформирует в этом смысле формалистов их научный метод с точки зрения социологии. Однако, следует признать, что лефовская критика слишком увлеклась своими разоблачениями, не учла политический момент, не обратила внимания на партийные перестановки, в частности, нападала на Луначарского, на его идею, так сказать, искусства как украшения жизни. Они считали, что с этим нужно бороться, вот, и только с середины двадцатых годов, когда уже собственно лев был закрыт, так сказать, его развитие оказалось под вопросом, задним числом его теоретики начали осознавать, что что-то произошло не так, что-то происходит в литературном процессе, и в двадцать шестом году идеологи журнала на посту одна из ветвей пролетарской критики выдвинут новые лозунги пролетарской литературы, реалистический показ героя современности и учеба у Толстого, левовцы продолжат выступать с разгромной критикой, это будет очень остроумно, это будет здорово, это будет замечательно, греко-советская стилистика, так назовет Брик, Роман Владкова «Цемент», интеллигентные партизаны – это разгром Фадеева, так Тренин назовет его и так далее, появится журнал «Новый лев», возникнет ощущение, что эта критика является свидетельством некоторого демократического процесса, который на самом деле в реальности имеет место в культурном поле советского государства, но это была иллюзия, «Новый лев» продержался всего полтора года, и советский гомункул, выводившийся и крепший, так сказать, и наблюдавший снисходительно за вот этими метаниями авангардистов, а креп в какой-то момент настолько, что просто сгробастал рукой всех этих деятелей, которые извивались в витрине советского государства, обращенной на Запад, и начал диктовать свою волю. Надо отметить, что Леву не были чужды попытки политического компромисса. Лев заключает соглашение в конце 23-го года, буквально в начале своего бытования, соглашение с Московской Ассоциацией Пилитарских Писателей, заручаясь ее поддержкой. И Лев, на самом деле, Левовцев очень редко оскорбляют представителей именно Московской Ассоциации Пилитарских Писателей, так называемого МАПа. В их сторону летят оскорбления из редакции журнала на посту, который отличался очень большой сознательной резкостью, его поддерживал Центральный Исполнительный Комитет, он считался абсолютно безнаказанным, он раздавал пички, затрещины и оплеухи. Отношение со стороны пролетариев, наследников пролеткульта к Леву обусловливалось с прагматизмом, оскорбления исчезали, как только они объявлялись полезными, вот они когда объявляются полезными, тогда с ними сотрудничают, и они радостно поворачиваются лицом тоже к пролетариату, потому что понимают прекрасно, что они заинтересованы в этом сотрудничестве, когда они по какой-либо причине оказываются отработанным трём, от них отворачиваются и начинают лететь оскорбления, здесь прямая корреляция. Критерий отношений в критике определяется не идеями, а собственно оппозиции свой-чужой. Партнёров мы не ругаем, разве что иногда пинаем кого-нибудь или треплем по щеке, потому что кто-то остаётся посередине, кто-то попутчик, индивидуалист, и от него, от того, кого треплет по щеке, ничего не зависит. То есть это сугубо, если можно так выразиться, бюрократическая такая логика взаимодействия, в которой Лев, в игре, которой Лев принимает участие. Тем не менее, как я сказал, с конца 20-х годов он становится более не нужен, не важен. Леопольд Авербах, один из ключевых критиков журнала «На посту», который, собственно, тоже попадёт впоследствии в журнала сталинских репрессий по логике зачистки поля, прямым текстом говорит, что мы более не позволяем дискуссий. всякий, кто попытается продолжить дискуссию, будет подвергнут астракизму по меньшему мере, а по большей мере будет выгнан. Таковы установки ЦК, их прямым образом транслирует Леопольд Авербах, являющийся ролевым журналом посту, который выступает не столько органом критики, сколько органом репрессий. Он указывает пальцем на того, кого нужно устранить, кого нужно выгнать, как я только что процитировал. Завершу я цитаты из Вениамина Каверина, который в 60-е годы писал так. «Я перелистал трёхлетний комплект журналов на литературном посту в 28-30-е годы. В наше время это изысканное по остроте и изумляющее чтение. Всё дышит угрозой. Литература срезается как по дуге, внутри которой утверждается и провозносится другая, мнимая, раповская литература». Раповская, то есть Российская Ассоциация Политарских Писателей. Продолжаю. «Одни заняты лепкой врагов, другие оглаживанием друзей. Но вчерашний друг мгновенно превращается в смертельного врага, если он переступает в волшебную дугу, границы которой по временам с новым доказательством её непреложности». Здесь описывается очень чётко вот эта логика стирания границы своего чужой и нарезания её в новом месте. И в соответствии с этим нарезанием новой границы тот, кто оказался по другую её сторону, по каким-либо причинам, медленно подвергается страшному шельмованию. Продолжаю. «Журнал прошит ненависть. Другая незримо сцепляющая сила зависть. Особо страшная потому, что в ней не признаются. Её, напротив, с горячностью осуждают. Читая на литературном посту, я спрашивал себя, откуда взялась эта подозрительность? Откуда взялась эта горячность? Чем была воодушевлена эта опасная игра с литературой, у которой новизна была в крови, которая была психологически связана с революцией и развивалась верно и быстро? От возможности захвата власти, от головокружительного соблазна, которым, впрочем, говорится на странице журнала с деловой последовательностью, что теперь кажется немного смешным. Это Каверин, напомню, пишет в 60-е годы. На период 22-32 годов, то есть в конце десятилетия, пришлось завершение внутрипартийной борьбы. Оно сопровождалось перманентными чистками, как в партийной, так и в интеллектуальной среде, которая была подчинена в этом смысле партийной возне. Интенсивное идеологическое производство в бесконечных дискуссиях, по сути, в разгромах и травле, дискуссия вокруг понятийного аппарата, который бы позволял бить, шельмовать себя самих, в том числе, вот это самобичевание, самокритика, это очень важный культурный признак этой эпохи. Во всем этом терялась суть литературы. Литературная критика исчезла к этому моменту практически окончательно, несмотря на то, что как раз журнал литературы «Критик» начинает выходить активно и издается в течение всей сталинской эпохи вплоть до Второй мировой войны. Чисто техническая невозможность каждого покаяния, записать каждое покаяние на видео, тогда просто, ну, кино не снимали, нельзя было поставить камеру и снять человека, который извиняется, вот, она на самом деле не мешала повсеместному распространению шаблонных извинений, да, вот сейчас вот мы знаем эту практику шаблонных извинений, она очень распространена, но она и тогда, хотя никто вроде как не смотрел, такие видео, их некуда было залить, их не снимали, да, вот и не делали, ну вот, тем не менее, несмотря на то, что никто не видел образцы, все очень быстро усвоили эту тактику, дискурс перманентного покаяния и работа над ошибками. Это была моя ошибка, я надеюсь, что товарищи по партии меня извинят, товарищи не извиняют, ну что ж, значит, мне по делам. Шаблонные извинения, которые знакомы нам хорошо по нынешнему этапу развития технологий, превратились в единственный безальтернативный ответ на так называемую критику, критику, как шельмование. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok